Доброе утро, дорогие друзья! Меня зовут Анатолий. И с вами сегодня я хотел бы коротко побеседовать на такую тему, как Почему старость не радость? Я напомню нам всем о том, что старость официально начинается в 75 лет, но неофициально этот гость в жизнь людей, которые живут дольше, чем, скажем так, принято считать, приходит рано. Иногда в 60 лет старость уже приходит людям в гости. И поэтому это не совсем правда, что старость начинается в 75 лет. Старость может начаться как в 60, так и в 85 лет. И это происходит. Иногда люди в 82 года живут полноценной жизнью, и старость еще не пришла в их жизнь. И, конечно, таких людей не так много, как мы думаем. Второе. Принято считать, что старые люди болеют иногда ни одной, и даже ни двумя хроническими болезнями. И это приводит их к страданиям. Все время они думают о врачах, о лекарствах. И это принято так считать. Но, слава Богу, что есть люди, которые в 75 лет и более не болеют вообще. Они не болеют даже простудными заболеваниями. И чувствуют себя так же, как многие люди чувствовали себя в 25 лет. Принято считать, что старость – это одиночество. И, к счастью, не все люди в 75-80 лет бывают одинокими. У них есть не только муж или жена, у них есть дети, внуки. И они не просто видятся один раз в году. Нет. Они живут рядом с ними. Они общаются ежедневно с ними. Принято считать, что старые люди – это бедные люди, нуждающиеся люди. Как духовно, так и физически. И большинство, наверняка, так оно и есть. Но есть исключения из правил. И эти люди сдают помещения, квартиры. У них высокая пенсия. И в духовном плане они не останавливаются, а продолжают развиваться. И они богаты духовной жизнью. Потому что они знают Бога, и Бог общается с ними через Духа Святого. Но принято считать, что старые люди – они некрасивые люди. И когда они смотрят на себя в зеркало, они вспоминают свою молодость, свои 25-35 лет, и огорчаются, и даже плачут на эту тему. Но есть исключения из правил. Есть люди, которые делают пластические операции, а некоторые предоставляют возможность Богу обновлять их и омолаживать их. И в свои 75-80 лет они выглядят достаточно привлекательно, сохранив даже шевелюру и свои зубы. Их мало, но такие есть. И это скорее исключение из правил в хорошую сторону. Принято считать, что старые люди боятся смерти. Этот страх смерти порабощает их и загоняет их в духовном мире в специальное такое помещение страха. Но есть исключения из правил. Есть люди, которые не атеисты. И Бог изгнал страх из жизни этих людей. Принято считать, что для старых людей их дом, а чаще всего квартира становится тюрьмой, откуда они редко выходят на свободу и видят окружающий мир. Но, к счастью, есть люди, старые люди, которые много путешествуют, которые узнают мир. И их квартира или их дом становится для них тюрьмой на короткое время. А иногда не становится тюрьмой вообще. И поэтому, старость, она не радость. Но, это все относится не ко всем старым людям. А скорее, к большей ее части. И есть исключения из этого правила. И тогда старость, она становится для многих, исключивших это все радостью. Подсуждайте об этом. И я желаю вам Божьей милости и благодати. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok